Инструкция по установке нагревательного мата или тонкого нагревательного кабеля под плитку в клей, при условии, что у нас уже заранее либо утеплено основание, либо оно и так тёплое. Заранее определите зону, где у вас будет тёплый пол. Отчертите зоны, где у вас будет какая-то мебель, например, ванная или унитаз с раковиной, где вы не будете устанавливать тёплый пол. Для монтажа тёплого пола вам понадобится молоток, зубило, отвертка, мультиметр, возможно, перфоратор. Заранее подготовьте основание пола, чтобы оно было чистое и ровное. Прогрунтуйте его. До начала монтажа тёплого пола у вас заранее должна была быть подготовлена штроба, куда в будущем будет устанавливаться датчик пола. В этой штробе должна находиться гофра. В гофру вставляется датчик температуры пола терморегулятора. Перед началом работы обязательно замеряем сопротивление нагревательного мата или делаем другие методы проверки. Полученные результаты записываем в паспорт изделия. Укладывайте нагревательный мат аккуратно. Сеточку мата можно подрезать, не затрагивая кабель. Ни в коем случае не режьте кабель. Мат может разворачиваться как угодно. Расстояние до мебели должно быть примерно 5 сантиметров. 5-6 сантиметров. Если так случилось, что мебель у вас заступает на тёплый пол, ничего страшного. Если у вас есть зоны, на которые нельзя положить нагревательный мат, но он просто не помещается, вы можете разрезать сетку, высвободить кабель из сетки и уложить его в дальнейшем как угодно, согласно правил. Помните, что всего есть 3 кабеля в нагревательном мате. Один из которых это заземление и два фаза и ноль. После выкладки нагревательного кабеля или мата, сделайте повторный замер сопротивления. В конце установите терморегулятор, подключите датчик и силовой кабель питания тёплого пола. Есть два способа в дальнейшем укладки напольного покрытия. Первый это сначала затянуть плиточным клеем или смесью нагревательный мат или кабель. Второй это можно сразу укладывать плитку с плиточным клеем. Проверять работу тёплого пола на нагрев можно лишь после того, когда полностью высохнет плитка, плиточный клей, согласно инструкции, которая указана на самом плиточном клею. Это примерно одна неделя.